Конфедерация труда у нас в Иркутске. Всем здравствуйте! Я пришел сказать вот что. Я, во-первых, повторю то, что говорил уже на прошлом митинге. Надо давить. Надо давить до тех пор, пока не остановим эту отвратительную, эту поганую, в кавычках, реформу. Тут нас что-то очень мало, но каждый из нас имеет друзей, коллег, родственников и так далее. Вот этим митингом компания не исчерпывается. Завтра Госдума рассмотрит и, скорее всего, примет в первом чтении этот закон. Что это значит? Это значит, что, во-первых, если так произойдет, я хотел бы обратиться ко всем оппозиционным фракциям в Госдуме и даже ко всем депутатам от Единой России, если вдруг такие существуют, которые не поддерживают. С призывом покинуть Государственную Думу в знак протеста. Во-вторых, существует такая трехсторонняя комиссия, куда входят профсоюзы, представители власти и представители работодателей. У них там заключено генеральное соглашение. Вот я призываю профсоюзы, в том числе Федерацию независимых профсоюзов России, в том числе Конфедерацию труда, в том числе все остальные профсоюзы, рассматривать вот это действие как нарушение соглашений. И, значит, инициировать коллективный трудовой спор и вплоть до общенациональной забастовки. Госдума уйдет на каникулы, и второе чтение у них будет в сентябре, а вот нам, я предлагаю, на каникулы не уходить. Я предлагаю вот этот август использовать для того, чтобы в сентябре, когда эти уроды соберутся снова рассматривать во втором чтении закон, нас здесь было не 300 человек, а 3000 человек. И чтобы по всем городам области вышли люди и сказали, что мы не согласны. Давайте бороться, давайте не отступать, потому что отступать нам уже некуда, иначе нас сотрут в порошок. И последнее. Мы вчера разнесли приглашение в профсоюз угольной промышленности, в профсоюз агропромышленного комплекса и в профсоюз работников здравоохранения. Если здесь люди, представители этих профсоюзов, поднимите, пожалуйста, руки. Ура! Здравствуйте вам! Аплодисменты! Давайте бороться! Давайте бороться! Приводите своих членов профсоюзов! Присоединяйтесь к Комитету противодействия пенсионной реформе! Слово предоставляется председателю отделения партии Патриоты России Продичеву Василию Ивановичу. Вы хорошо знаете, что вы уходите за неделю в электронном члене правления КПРФ. Более полутора миллиона россиян сказали свое решительное «нет». Сказали свое абсолютное возмущение той политикой, которая проводит правительство. И мне особенно приятно, что сегодня у нас стало больше. Самые разные влиятельные политические силы, профсоюзы, исключая только Единую Россию, сегодня оказались по одну сторону нашего протеста. Давайте и дальше крепить наш союз! Давайте приходить на наши митинги, когда пытаешься анализировать современную политическую ситуацию. Конечно, случайно проект по пенсионной реформе появился вне чемпионата мира по футболу. Конечно, случайно, в кавычках, не только пенсионная реформа, но и повышение НДС, рост цен на топливо, рост цен на жилье, жилищно-коммунальные услуги, все дружным потоком пошли после выборов президента. И создается отчетливое ощущение, что власть не слышит, власть глуха. И вчера действительно Комитет по охране здоровья поддержал этот законопроект. А Рафио власть не знает, что в 62 регионах продолжительность жизни не дотягивает до 65. Что до 65 лет не доживают 4 из 10 мужчин и 2 женщины. Конечно, знает. Разве можно говорить о том, что пенсионный фонд пустой, когда по сведениям Голиковой триллион 700 миллиардов проворовано в прошлом году за 11 месяцев? Разве фонд национального благосостояния сегодня от 7 до 8 триллионов рублей? Разве мы, коммунисты, неоднократно не указывали, где взять деньги? Национализация. Ветели госмонополии на спиртоводочную продукцию. Прогрессивная шкала налога. Я хочу привести арифметику, которую я прочитал в статье Олега Смолина. Вы только вдумайтесь, товарищи, сколько у нас будет терять в год пенсионер, если будет отложен пенсионный возраст. Если взять в среднем 14 тысяч рублей умножить на 12, каждый пенсионер потеряет в год 168 тысяч рублей. А если добавка 10 процентов, 1400 умножим на 12, 16 тысяч 800 рублей, в 10 раз меньше. Вывод. Если пенсионер уйдет позже, то он на 5 лет в 10 раз будет терять каждый год. Каждый пенсионер, мужчина, чтобы вернуть отобранное, выйдя на пенсию, должен будет еще прожить 50 лет. А женщины, у которых отодвигается на 8 лет, 80 лет, вы представляете, насколько ущербный, оскорбительный этот законопроект? Ни социальный, ни с экономической точки зрения, он поддержан быть не может, и должен быть решительно отвергнут. Депутаты, которые за него проголосуют, подвергнуты общественному презрению. Правительство Медведева и его работодатель Владимир Владимирович Путин в отставку. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Спасибо большое, что вы пришли. Нас надо приходить намного больше, и чтобы от нас что-то зависело. От нас ничего не зависит. Верите или нет? А эти телопуты, возьмите такого телопута Миронова, партия Справедливая Россия. Только вдумайте, что я скажу. Он говорит, как я сожалею, что я голосовал за закон о монетизации. Помните это? Отобрали льготы. Тоже Жириновский. Один в один говорит. Как я жалею, что я проголосовал за этот закон. Вы поняли? Вот вся догма, вот вся истина, вот вся правда. И хочу сказать последние слова. Наша пенсионная реформа и так малозначительна. Как живут эти пенсионеры за границей? Помните этого мэра города Киева? Там пенсионеры нигде в очереди не стоят. Кроме одной очереди. За путевками. А у нас человек родился, надо платить. Умер, надо платить. Везде надо платить. Это уже истина нашей жизни. Никогда ты не добьешься инвалидности по закону. Никогда. За исключением, когда ты заплатишь. Это все знают. Но мы молчим, мы не можем собраться. Мы всегда остаемся один на один со своей бедой. Так я говорю? Правильно? Вот и все. Давайте просто объединяться. И нас развели на многие партии, чтобы мы были, как говорится, разрозгены. На съезд партии, на плену партии приезжают люди с ДНР и ЛНР. Вы представляете, что они говорят? Как пытают. По четыре месяца сидят они в СБУ и их пытают, пытают. Здоровья вам, счастья. Надо бороться. Оставаться один на один. У власти это не либеральная власть. И что мы видим? Нас закатывают в асфальт. Вы посмотрите, за 25 лет после Великой Победы в 45-м году. За 25 лет был у вас создан народно-хозяйственный комплекс страны. И шла страна в развитие. Пришли эти бандиты. Разрушили все, что создано было народом. Я задам риторический вопрос всем иркутянам. За что воевали наши деды? Наши отцы восстанавливали всю эту страну. Эти бандиты с каждым днем уничтожают права. Где гарант Конституции Владимир Владимирович Путин? И вот сегодня меня радует, что наконец-то, как в Омске, 12 тысяч собралось. Сибиряки спасли Россию от гнёта фашиста. Я думаю, каждый сейчас будет думать о своих правах. Гаранта Конституции нету, потому что он привёл обратно Медведева. Это бандитское правительство. Всю страну превратили в Кущевку. Разве он может прожить офицер, который дали пенсию, которые ушли при Советском Союзе и дают силовым структурам? Вы проснитесь, мужчины! Вашим матерям, вашим сёстрам поднимают пенсионный возраст на 8 лет. Это какая экономия у государства? Просто Чупров не дал расчёт. А мы просто посидели. Там триллионы долларов, если всё это посчитать. Я призываю по Конституции статьи 3. Вся власть принадлежит народу. И хватит ждать от этой проффашистской власти, я даже скажу, уничтожающей свой народ. Вот. Вставайте, иркутяне! Будем бороться с этим антизаконным режимом, антинародным. Вот всё, всё, последнее, всё, что у них отбирают, это жизни наших матерей. Иркутяне против, в отставку правительства Медведева. Ура, товарищи! На сцену приглашается активист партии «Яблоко» Никита Ганжа. Молодёжь, вперёд! Привет, Иркутск! Я, на самом деле, очень рад все... Горжусь всеми, кто сегодня сюда пришёл. Вы все большие молодцы. Давайте все друг за друга ещё раз покричим, поаплодируем. Просто тому, что мы сегодня все здесь собрались. Что мы сегодня здесь против и сегодня на улице. Которые не думают о народе, он думает только о своём собственном кармане, о своём престиже. А мы для него быдва. А мы не будем быть быдвами. Мы люди. И наши дети, и внуки тоже люди. Против принятия законоподобной системе, пенсионной. Как будут жить наши внуки? По-интересам. Мне очень приятно, что и творческая интеллигенция, Иркутская, может сказать что-нибудь прямой эфир. Получаю в своём обширном лице, слегка вытянутом от последних событий, всю, можно сказать, творческую интеллигенцию. Хотя сегодня здесь видел человека с гитарой. Возможно, он тоже к этому имеет некоторое касательство. Символы вышеизложенного. Полагаю свою монументальную миссию в том, чтобы олицетворить как следует. Отметиться, обозначиться. Чтобы, так сказать, не было ваху моей дыры. В оном, вышеозначенном аспекте. Вот всё прекрасно, если бы в твоей интонации... Запись была включена. Запись, она включена. Включена, включена. Это не только запись, но ещё и трансляция. Прямой эфир. Трансляция, товарища полковника, понятно. Да. Всё передадим. Оперу пишем. Короче, вот всё было бы хорошо, если бы в твоём голосе, интонации, в твоей речи не было стёба. Вот нету серьёзности, понимаешь? Скажи спасибо, что в этом присутствуют буквы «С» и «Т». Ладно.